Новые квитанции за оплату коммунальных услуг появятся летом. Подробнее об этом расскажем в рубрике «Вопросы ЖКХ» в студии «Эксперт» Наталья Балабина. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, с 1 июня Минстрой вводит новые квитанции на оплату коммунальных услуг. Говорят, что эти квитанции будут гораздо больше по объему, их будут печатать чуть ли не на двух листах. Так ли это и какая информация будет там размещена? Итак, начнем с того, что сегодня все жители Красноярского края получают платежные документы на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые были утверждены как рекомендательные в 2011 году. Сегодня Минстрой не вводит никаких новых платежных документов. И вся информация обязательная, которая должна быть в квитанциях, этот перечень, он отражен в постановлении правительства Российской Федерации 354. Изменения коснутся только в оформлении. Если платежный документ, который вы сегодня получаете, удовлетворяет всем этим обязательным требованиям всей той информации, то ничего нового, никаких новых платежных документов у вас не будет. И так же будет на одном листе формата А4. И еще один вопрос. На время проведения ремонтных работ мусоропровода, сейчас он, например, поломан и не работает, взимается ли плата за содержание мусоропровода с жителей? Содержание мусоропровода – это жилищная услуга. И если она не оказывается вам, в частности, когда мусоропровод сломан, то управляющая компания обязана вам сделать перерасчет. Для этого она составляет акт, в котором указано время начала, когда мусоропровод перестал работать, и время окончания, допустим, 5 дней, 4 дня, сколько был проведен ремонт. Никаких заявлений писать не нужно. Управляющая компания обязана сделать перерасчет как за непредоставленную услугу, так же, как если в доме не работал лифт.